Ты должен быть законопослушным, чувак! Мы же согласились на нейтрально хорошем! То, что я не оспаривала, это не значит, что я согласилась! В любом случае... Стой, погоди! Я вдруг почувствовала присутствие чего-то зловещего... Всем привет! Вы на канале Диффлей, и сегодня мы будем продолжать проходить... Некро-артисточку! Лайки, комментарии, подайте видосы, не забываем оформить... Ну и погнали! День второй, двадцать... Пятнадцать, вне терминала! Уоу! У меня нет сил на это! Особенно, когда все смотрят на меня! Надеюсь, он положил достаточно проводов! Мой заказ был довольно расплывчатым! Мне не стоит беспокоиться о проводниках, поскольку я даже не уверена, что смогу справиться с этим без каких-либо серьёзных провалов Поставщик знал, для чего мне нужны провода, так что он точно упаковал достаточно Он знает, что Эшли мне помогает Помогает тебе с чем, Мэдлин? А помогает тебе с чем, Мэдлин? Отвали, Нэт Грубиёнка Увязался, скотина Знаешь, ты должна уважать старших Боже, вы только его послушайте Совет сделал тебя тюфиком, да? А? Уважайте старших Следуйте всем нашим придуманным правилам Или мы найдём какую-нибудь левую причину, чтобы разрушить ваш бизнес Меня зовут Нэт и я обожаю правила Ты закончила? Ага Круто Похоже, тебе это за дело Тебе стоит быть милее Вау, вот снова Что там сказал парень, которого ты убил? О, господи, меня подстрелили О, нет, мне конец Просто маленькая шуточка для тебя Я за дело заживое? Когда Нэт заговорил опять Его голос звучал Глубоко и мрачно С чувством вины и отвращения к себе Если бы Мэдди могла видеть его глаза Она бы столкнулась с его испепеляющим взглядом Мы быстро достигаем точки невозврата Я больше не могу обещать защищать тебя от последствий твоих действий То, что ты сейчас сказала Процитировало мне предсмертные слова Одно из моих жертв Это было слишком низко Даже для тебя Мне, честно говоря, противно Ты смеешь давить на мое чувство вины? Да Давай тогда поговорим о чувстве вины Хорошо Я сомневаюсь, что у тебя сейчас есть что-то Что давит на твою совесть, так? Как я и думал Это всяческая возможность сильно давит на меня Но я оправдал свои грехи У меня были сотни лет, чтобы это осознать И искупить себя своими действиями А что ты? Твои грехи свежи Они словно раны на твоей душе Глубокие порезы в твоей ауре Умерь своё высокомерие, дитя Я знаю, что ты сделала И я не могу дождаться, чтобы увидеть Как ты будешь всё исправлять Эпизод пятый Тоскливое настроение День второй Двадцать тридцать Терминал Это ещё кто? Туан Возраст шестнадцать Думают, что он умный Не антисоциальный Просто застенчивый Просчитал кучу статьи википедии По оптометрии И считает себя экспертом Ханна Ханна Возраст шестнадцать Знаю, что она очень умна Даже слишком Хобби наблюдения за людьми Эгоистичный подростковый бунт Пользуется тем, что она очень умна Даже слишком Так что, я не уверен, что алкоголь Заставляет тебя чувствовать что-либо На самом деле, исходя из его химических свойств Я бы сказал, что всё наоборот Заткнись, передурок Мы планируем ограбление Метафизическими спорами об алкоголе Можно заняться позже Но это не метафизика Я просто говорю о химических взаимодействиях С нашим мозгом Пожалуйста, возьми энергию Которую ты вкладываешь в педантизм И направь её в план План? План Какой у нас план? Я думала о том, чтобы протянуть руку через бар И взять первую попавшуюся бутылку Хм Звучит рискованно Звучит слишком Слишком хаотично Нейтрально Фух И что ты предлагаешь? Может нейтральное добро? Как скажешь Я бы сказал, что был Законопослушно нейтральным Но Это лишь вариант Трусости Да Но вернёмся к плану Использование твоего педантизма Чтобы отвлечь тебя Изначально было частью плана Вау Совсем в меня не веришь Нужно свести к минимуму обстоятельства Пока ты тут играешь в шашки Я играю в шестимерные лазерные шахматы Вверх ногами Чёрт Я разрабатала этот гениальный план И теперь я собираю плоды своего труда Разве ты не имеешь в виду наш общий труд? Ну если ты так настаиваешь Дай мне посмотреть поближе Какие же плоды мы сорвали с дерева выпивки? Реально повторяешь мои метафоры, да? Да Я не узнаю язык на этой этикетке Что? Дай-ка посмотрю Какого чёрта? Я его тоже не узнаю Может быть это шифр? Кто заставит тебя читать шифр только ради того, чтобы узнать, что ты пьёшь? Садист О, мы могли бы спросить Мэдди что это такое Она же садистка, верно? Да, звучит здорово Давай найдём её Вот только мы специально это у неё и украли Украли А, точно Дебила Ты должен быть законопослушным, чувак Мы же согласились на нейтрально хорошем То, что я не оспаривала Это не значит, что я согласилась В любом случае Стой, погоди Я вдруг почувствовала присутствие чего-то зловещего Ты чувствуешь? Нет, я ничего не чувствую Ага Я тоже А-а-а-а А вот зловещая чё-то Обосраться можно Привет, детишки Я вижу, вы опустились до мелкого воровства Ой, мы попались Я и не представляла, что моя карьера в Оришке закончится так быстро А-а-а Не стоит отказываться от своей мечты и дитям Кстати, знаешь, что произойдёт, если это выпить? Я думал, какое-нибудь опьянение Из-за этого выпадут зубы? Что ж, в последний раз, когда я выпила рюмку этого пайла Я проснулась в Аделаиде Вау Таким образом, результатом стали 700 километров пьянства и плохих решений На, я проснулась за 6 часов до того, как я выпила эту рюмку Пришлось возвращаться на арендованной машине и объяснять шею Почему я бесследно исчезла и случайно пропутешествовала во времени Ого Вот это жестко Чёрт возьми, мы можем это попробовать? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Боже, нет Вы когда-нибудь слышали о законе об потреблении алкоголя? Я бы закончила в тюрьме Я думаю, это был бы отличный опыт для закалки Ага, если ты не распространяешь алкоголь среди подростков, то ты неудачник Почему-то меня не убеждают ваши странные аргументы Ну, мы пытались У вас, ребята, слишком много свободного времени, не так ли? Это намного лучше, чем не иметь его в достатке, так? Я использую своё время, чтобы практиковать свои навыки Это не впустую Но несуществующая индустрия, в которой требуется исключительно умение протягивать руки через бар И красть бутылки волшебной выпивки, будет счастливо принять тебя в свои ряды Вау, спасибо за совет! Может вам сделать по кофе или что-нибудь ещё? Горячий шоколад? Я немного занятый сегодня, так что я надеюсь, что если подкуплю вас бесплатными напитками Вы перестанете красть их у меня Я возьму бесплатный напиток Не чувствую себя виноватый Что взяла бутылку? Но это была идея Туана Эй! Но я, милостиво, приму твоё предложение Отлично, что будете? Горячий шоколад для нас обоих? Горячий шоколад для нас обоих Хорошо, два горячих шоколада сейчас принесу Серьёзно, не крыди больше ничего за моей спиной или я скормлю тебя злым элементалем Вот так-то Мне интересно Злым элементалем? Может быть, это метафора? Она имеет в виду, что съест нос? Она сама злая элементаль? О, нет А вдруг настоящими монстрами и были друзья, которых мы завели? Мне не нравится, как это звучит Ясно Своё налево Это ещё чё пришло? Вот это сиськи Шоколадные сиськи Саманта Саманта Возраст 32 Американка Посещает Мельбурн по работе Невероятно Терпеливая Поверьте мне, детки Вы не захотите повстречать злых элементалей Значит, ты? Да Я почти попрощалась с жизнью Я полагаю, у тебя довольно интересная работа По-всякому бывает Но злые элементали неинтересны Они ужасны Они высасывают весь воздух из комнаты И создают мир в воле И их легко не победить А их... их легко не победить Мм? Это жёстко Тебе обязательно понадобятся стальные яйца Чтобы противостоять им в одиночку И стальной взгляд? Чё? Э... Потому что сталь это жёсткий металл И я хотел сказать, что это жёстко А потом ты упомянул остальные яйца Так что... Ханна Ножа, поддержи меня Нет, ты сам это начал, приятель Нет Она совершенно права Ооооoh Что тут происходит? Ты издеваешься над моими клиентами, Саманта? Конечно нет Хорошо, потому что это моя работа Тупо защита года Вам двоим стоит прогуляться Сегодня веет приятный ветерок Куда она смотрит? А Просто пролёты камеры Ты помнишь моё имя, но это мило Конечно, ты интересная Разве так можно сказать не про всех, кто входит в твои двери? Ни в коем случае Особенно редко можно встретить таких интересных людей как ты Некоторые люди обиделись бы на такое Твой босс Должно быть, очень отличается от моего Ну, от моего старого босса, думаю Теперь я сама себе босс вообще-то Извини, я просто пыталась сказать, что твой подход к общению с гостями очень отличается от того, к которому я привыкла Догадываюсь Где ты работала? Какой-то простой дайв-бар за границей Скопище подонков из злодеев Владелец не затыкался о том, что нужно относиться к каждому клиенту как королевское особе По мне, так он как заноза в жопе Я не спрашивала твое мнение, но я ценю твое сочувствие Итак, могу я тебе что-нибудь предложить? Удиви меня Хочешь, чтобы я тебе что-то выбрала? Ага И не возражаешь, если начнём с пары вопросов? Не имеют отношения к выпивке? Да Задавай Окей Какое твое любимое белое вино? Эээ, ты же не делаешь мне винный коктейль, правда? Ха-ха-ха, нет Никогда не откажусь от бокала Марсана Шикарно, следующий вопрос Ты когда-нибудь читала гороскопы? Астрологические? Нет Почему? Я не верю в мистику Эй, это место не мистическое Всё здесь основано на неопровержимых фактах Я просто ещё не до конца разобралась Хорошо, ладно Последний вопрос Ты идёшь по мелководью океана, который, кажется, бесконечно уходит вдаль Ты не можешь видеть никакой земли, кроме песка под ногами Всякий раз, когда ты делаешь шаг вперёд, песок немного утопает Насколько ты можешь видеть, нет никакого способа сбежать Утонуть единственный возможный исход Боже, милоха Что бы ты сделала? Вау, вот это уже что-то в духе Войт Камфа Очевидно, это какой-то тест Я побегу, я поплыву Я буду нырять, если понадобится Если я в конце концов утону Так-то мое быть Всё равно больше некуда идти И нет смысла сидеть и ждать голодные смерти или акол Или надеяться на спасение Я должна действовать Интересно Итак, какой вердикт? Саманта не получила ответа Глаза Мэгии стекленели, как только она получила ответ на последний вопрос И теперь она стояла совершенно неподвижно, пристально глядя на ряды пыльных бутылок Стоящих на столь же пыльных полках Её губы шевельнулись, но она не произнесла ни слова Саманта заметила, что бутылка с красной жидкостью Дёрнулась, по-видимому, сама собой Мэгии посмотрела на бутылку и нахмурилась В ответ бутылка Поменьше, рядом с первой, началась сиять Она была достаточно большой, чтобы в неё поместилось несколько капель чего-нибудь Её хмурый взгляд сменялся кривой улыбкой Увы, чёрта Пожалуйста, не нужно для меня открывать ничего нового Та-дам Попалась Твои ответы были интересны Как и твои вопросы Однако у меня всё ещё есть небольшая проблема с пониманием того, как они связаны Ммм, а это важно? Я пытаюсь сохранить смутную надежду, что когда-нибудь всё обретёт смысл А что... Что до тех пор? Я просто пытаюсь плыть по течению Ха Шпак Прости за эту попытку психоанализа Попытку? Ты думаешь, что потеря... потерпела неудачу? Ммм... Нет Какой тогда вердикт? Ну, во-первых, ты склонно принимать вещи такими, какими их видишь Ты не пытаешься осознать вещи, основанные на несуществующих доводах или сложных шаблонах Тем не менее, ты пытаешься понять связь между вещами, когда это возможно Но для тебя не имеет большого значения, если не получится Ты просто помечаешь это как неизвестную переменную и двигаешься дальше И это звучит как очень прагматичный подход Ты согласна? А вот согласна она или нет, мы узнаем уже в следующий раз Что ж, на этом на сегодня всё, так что всем спасибо за просмотр И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok